всем привет сегодня у нас на обзоре будет зимний спальник одеяла вот делаю обзор с его товара спальник с наполнителем холофайбер вес спальника 3600 он такой немаленький вот но при желании компрессионными стяжками можно его уменьшить размерах в сложенном виде вес спальника 3 килограмма 600 грамм размеры спальника с капюшоном 215 длина и ширина спальника 80 сантиметров спальник у нас одеяло можно его расстегнуть полностью и использовать как покрывало как одеяло как угодно в разложенном виде он получается размерами метр шестьдесят ширину и в длину также 215 во многих объявлениях указывают вес спальника на метр квадратный вот если мы посчитаем площадь спальника в разложенном виде а потом его вес разделим на эту площадь то мы получим что вес спальника 1 килограмм 50 грамм на метр квадратный то есть вот метр квадратный это примерно метр квадратный один килограмм 50 грамм на метр квадратный это очень хороший показатель производитель заявил спальник может эксплуатироваться при экстремальных температурах до минус 30 градусов вот сейчас я должен вам показать доказать что этот спальник пригоден эксплуатации зимой сегодня у нас на улице минус 17 10 января город нау кузнецк можете по интернету пробить погоду которая была вот сейчас у меня телефоне показывает минус 17 вот я вам покажу надеюсь там видно будет минус 17 10 января время 14 28 сейчас я в этот спальник залезу и проведу в нем один час времени я думаю для теста этого хватит на ночь я конечно не буду тут сугробиться копаться вот поэтому сейчас я поставлю на зарядку чтобы он не замерз и начнем я вам напомню зимний спальник это спальник в котором надо спать непосредственно коврик потому что спать придется скорее всего зимой скорее всего в палатке а возможно даже и без палатки где-то в сугробах это я вот поэтому обязательно подкладывайте коврик чем он толще тем лучше у меня сейчас коврик 0 8 миллиметр сантиметра 8 миллиметров если у вас коврики есть потолще то это еще лучше в зимнем спальнике в температуру минус 15 минус 20 градусов вы в любом случае будете спать в куртке в любом случае будете спать в штанах в теплых носках и шапку еще даже и варежки можно одеть принципе от этого хуже не будет еще какой момент чтобы в спальник залазить желательно одевать сухие вещи все если вы там где-то ходили по лесу по горам лазили где-то может какую-то речку наступили то обязательно сухую одежду одеваете и спальник залазить только в сухой одежде еще раз повторю что у спальника наполнитель холофайбер это наполнитель у всех современных куртах синтетический наполнитель чем он хорош чем он лучше пуха и пера то есть спальники зимние бывают с пухом пером холофайбер даже в намокшем состоянии будет держать ваше тепло вот а пух перо если спальник намокнет то к сожалению вы замерзните вот все залазим застегиваемся лишь бы пауэрбанк не замерз телефон а кстати забыл сказать вот в изголовье есть веревочка ее обязательно утягивать утягивайте капюшон и утягивайте воротниковую зону спальника чтобы они плотнее прилегали вашей куртке капюшона чтоб меньше тепла выходил из спальника обязательно уж тепло будет выходить на зиму этого тепла очень не хватает когда находишься в таких условиях засекаем время 1434 я надо час пролежать в этом спальнике я думаю этого будет достаточно планшо белки мои кроссовки не унесли вот так вот посильнее закутываетесь застегиваете спальник замочек также изнутри и снаружи есть поэтому изнутри его так вот здесь липучка есть липучку застегиваете и все отдыхаете кстати по поводу этих спальников с холофайбером есть очень много разных фирм которые продают зимние спальники и у них в характеристиках написаны утеплители пишут там супер терм эко терм нано терм там мини терм макси терм всякие разные названия такие маркетинговые вот это все разновидности холофайбера для себя можете даже проверить я проверял на днях у меня спальник есть один фирмы red fox экстремальная температура тоже до минус 30 вот у него там написано было тоже наподобие нано терм утеплитель вот я в интернете спрашиваю что такое нано терм утеплитель спальниках его мне выдает характеристики такие же как у холофайбера производители просто берут холофайбер называет его по-своему и кричат что у них самые самые теплые спальники в мире а по факту во всех этих спальниках практически во всех обычный наполнитель холофайбер на улице ветерок дует сколько метров смотрел хорошенько бывает еще какой момент если вот так спите в зимнем спальнике в палатке обязательно собой готовьте балаклаву балаклава должна быть теплая не тоненькая в которых лыжники катаются такая балаклава должна быть теплая флисовая допустим либо из кого-то другого материала толстого потому что первым делом замерзает лицо замерзает нос естественно последствия сопли не сопли кашель за здоровьем надо следить и трепетно к нему относиться и собираетесь где-то зимой отдыхать за городом условиях кроме вас про ваше здоровье никто беспокоится не будет вот и у меня спальник который кокон размерами примерно такой же как этот одеяло но одеяло в ногах оно квадратное вот видите квадратное в ногах а спальник кокон он от головы в сторону ног сужается получается как кокон вот с учетом такой формы тот спальник до минус 30 весит 2 килограмма 100 грамм он получается легче чем этот спальник который я сейчас тестирую этот спальник весит 3 килограмма 600 грамм это очень большая разница этот спальник на ощупь намного толще чем тот спальник red fox поэтому должен быть теплее тепло много выходит так вот закутываетесь посильнее это очень большая разница есть с улицом и от кожи дури на ощупь и оттуда и что нужно делать таким образом остаемся коконсом и америка и что-то может быть есть вид experiência и я научу его коконсом и украд Truck который должен быть все это может быть все это может быть красиво и остается по-другому вы хотите дико снизу не ухаживать коконсом и ухаживать коконс. но если вам некого цвета теперь будет коконсом и ухаживать беном 15.32 час прошел так напомню вам условия тестирования сейчас на улице минус 17 градусов 10 января 23 года город Новокузнецк сейчас даже ветер посмотрим потому что мне нормально надуло лицо у меня хорошенько обдуло ветер, скорость ветра 12-28 километров в час в метры сами уже переводите вот ну обязательно в спальнике надо ночевать в теплых носках в балаклаве балаклава мне сейчас очень не хватило лицо прямо обдуло хорошо вот а так рекомендую к покупке вещь нормальная вот так вот вот and это хорошо так вот вот вот